я татьяна бенз это 365 инфо здравствуйте за окном холодная осень льет дождь и очень хочется в этот момент взять какую-нибудь кружку с горячим чаем сесть на уютный диван включить телевизор и посмотреть какой-нибудь хороший мультфильм и узнать сегодня такой замечательный случай к нам в алма-ату приехал режиссер анимации алма-атенец бывший а ныне москвич призер многих фестивалей замечательный автор антон диаков здравствуйте антон привет почему так случилось случилось почему вы занимаетесь своим любимым делом не в казахстане я здесь когда учился здесь работал много лет в рекламе какой-то момент сильно стал тоскливым в рекламе ну по понятным причинам кто в этой области работает наверно меня поймет и в какой-то момент я понял что черт возьми надо что-то делать то есть моё художественное образование оно как-то во мне свербило во всех местах но и пришла вот эта мысль что наверное вот анимация она близка где-то к моим пристрастиям а именно то что я рисующий человек с каким-то художественным багажом и в то же время как бы немножко подхватил уже какой-то такую бациллу вот этого синефильства анимация на как бы женит эти все две страсти ну и собственно первая моя мысль так куда чего и здесь в алматы в частности ну я не нашел того места где бы я мог бы например просто просто найти прикладные знания потому что вопрос стал именно в том чтобы искать я начал уже будущее еще в рекламе делать какие-то ролики какие-то первые меня тестом или этого него возникли просто технические вещи как там соединить кадры как чего как как это все устроено потому что я уже начал подозревать что здесь видимо есть некая некий свод уже давным-давно отработанных правил вещей не просто нужно где-то найти место где это возьму буквально случайно мой друг поехал в москву он тоже там этими вещами интересовался и вот я узнал что есть школа-студия шар анимационная на делает набор и вот так спонтанно ни на что не надеюсь я сдал документы и как прошел экзамен и поступил на эти курсы да и на самом деле мой там отъезд туда он связанными не то чтобы я бежал от чего-то скорее скорее я ехал к чему-то за конкретным вещами и этот отъезд не был отъездом там каким-то и и по сей день я не считаю что я я работаю там я бы рад бы и здесь на самом деле здесь периодически что-то делаю это может быть не совсем авторская там анимация реклама какие-то вот вещи но так сложилось насколько я знаю школ анимации таких прикладных казахстане нет до сих пор а в москве сколько таких школ в москве тоже немного москве на самом деле там старейшая такая более на слуху вот школа шар это именно именно акцент на авторской анимации то есть там а есть скримску еще какие-то три-четыре таких места союзмультфильм кстати вот уже второй год пытается возродить былые курсы это уже естественно для людей в профессии которые собственно чего-то уже умеют такой курсы повышение квалификации самые лучшие люди выходят как правило из такой среды не студент который ищет себе место где бы там после школы куда-то а именно люди которые уже в этой области что-то там набились где-то чего-то знают это уже вопрос решенный быть в этой области не будет потому что в анимации такая вещь она как сказать все-таки она какой-то фальши и каких-то иллюзий она но это не терпит сразу то есть много же там людей приходит эту историю там видимо в гейке том же кстати тоже есть факультет но сливается много народу что-то не только что-то но и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну дай бог 5-6, ну 10 с натягом процентов Это когда ты придумываешь Это когда ты, ну в общем вот это pre-production стадия Когда ты все, все, сценарий, картинки, художественные решения, дизайн Аниматик там, ты веселишься, а потом начинается рутинг Ну то есть анимация уже там, производство И здесь, конечно, в этом виде искусства здесь Наиболее оттянут момент от замысла до реализации Ну это очень тяжело иногда Снимаем какую-нибудь хохму Веселый мультфильм Ну и вот представь Ну будешь ты тратить на эти 5 минут там год, полгода Какая тебе А вот они, ну это анекдот Анекдот там на 2-3 шуточки И эти 2-3 шутки Ты будешь жить с ними все эти полтора года Ну любой анекдот тебе остафигеть Ну это самый такой примитивный вариант Да, поэтому, кстати, веселые фильмы часто делают очень мрачные Брутальные дядьки Сидят, что это все думают Смешное кино, видимо, будет Есть даже такой признак, что чем больше народ веселится Во время производства, делая веселые кино Тем велик шанс, что это не будет весело зрителям Так оно и бывает Ну такая законодательность Ну да, суровая производство такое Не все переплывают Сколько ты делал свой знаменитый Набирающий массу призов Фильм про сторожа и питона? Это было довольно быстро Я сделал этот фильм Это было 7-8 месяцев Все производство заняло Там были некоторые вынужденные перерывы В связи с всяческими обстоятельствами Ну в общем так, это быстро Это рисованная анимация Это компьютерная, но рисованная тем не менее Ну и фильм был придуман Именно так В техническом смысле, в художественном Чтобы он делался быстро Это быстро условно Это для меня быстро Потому что там, собственно, вся графика Она не такая изощренная Она вот как моя рука рисует Каракули некую Каракулеобразность такая, да? И, собственно, конечно, хотелось там Изначально какой-то эстетики навести Лоска Лочком все прикрыть Но когда вот начали взвешивать Все эти «за» и «против» И вообще как в этих обстоятельствах В этих сроках В эти деньги, в конце концов И пришли к тому, что да Вот надо рисовать так, как рисует рука И не заморачиваться В этом смысле то, что он монохромный фильм То есть цвет там имеет только в оттенках На самом деле ЧБ с монохромом Таким подсепи Это тоже такая Одна из вынужденных Но, в общем, для меня обоснованное решение В том смысле, что работа с цветом Это тоже время Это большая работа А цветовое решение фильма То есть это Ну и исходя из того, что Какие у меня задачи Как вы там Я рассказываю историю Какие у меня сроки везу-везу Я понимаю, что цвет здесь Он не добавляет для истории ничего Цвет как выразительное средство Скажем так Это мощное выразительное средство В данном случае он не решающий Ну и принцип бритва Акама Лишнее колесо убираем То есть Можно этим Опажить Хотя Там на самом деле С теми же монохромными оттенками Там есть заморочки Там есть теплые, холодные И там довольно Это разграничение чувствуется ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это дерьмо! Три уже! Как ты думаешь, почему этот фильм берет призы на фестивале? Какие основные составляющие его успеха? А я не знаю. Для меня это все равно неожиданность была. А когда первый приз получил? Там была история. Это наш крупный Суздальский фестиваль, наш крупный всероссийский смотр анимации год назад. Я там не успевал, досчитывал последние какие-то кадры, переехал уже на фестиваль, он уже запустился, фильм там уже был заявлен. И у меня была одна мысль, господи, видишь бы там, не то, что помидоры мне закидали, ну как бы, чтобы там ничто не подвисло, не застряло во время просмотра. Все-таки там большой зал, много гостей, людей простых и профессионалов. Да, это было дикое напряжение. А потом, когда вышли люди, простые люди, те же из того же Суздаль, ну и просто зрители. И с такими теплыми словами благодарности. Я это все сюда в копилочку к себе, конечно, сложил сразу. Сразу было такое облегчение. На самом деле, это был главный приз. И по сей день там, и какие мы устраиваем там, сборные смотры, и вот эта реакция зрителей, она была... Ну, наверное, здесь я и понял, что вот... Что вот действительно настоящее, то ради чего все это и стоит делать. Ну... 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 за эти два года я сам пожурим три фестиваля я вам скажу пожалуй что больше этим заниматься не буду потому что ну действительно ты понимаешь что в этом раскладе там фильмы авторы которые действительно там же а ты все равно вынужден делать вот этот выбор отбор и конечном счете не только ты там же жюри как правило несколько человек кроме этой грызни возни внутри этой группы чтобы договориться там как кого чего и в конце концов ты никогда не удовлетворен этим раскладом я понимаю что и с этим мус питоном ну там там кроме приза фестивального жюри там был приз самый важный для меня приз зрительских симпатий то люди выходя из зала голосовали и это редкий был случай что было мне вдвойне приятно когда жюри и зрители как-то были синхроны потому что очень редко рейтинг зрительский рейтинг жюри как попадают на фестивале вообще насколько демократична вот эта ваша тусовка аниматоров это вот этот мир анимационных кино секта да ты слегка ли попасть там на фестиваль молодому неизвестному самородку или это вот система там отборов комиссии там агентов там сложная история мне кажется легко но относительно все конечно кому-то кому-то там не знаю поднять задницу дойти до это нужно самому придется самому надо надо понимать что все первые шаги во всех там во все времена там в кино в анимации во всех этих визуальных делах придется делать много самому кроме того что я уже не говорю о том как ты сделал этот фильм наверняка это все на коленке и это естественно это правильно рассчитывать на то что кто-то поможет здесь особо не стоит на первых этапах и там все просто на самом деле с интернетом набирайте в гугле фестивали сейчас легко да сейчас даже не нужно выходить из сетями со всеми этими делами и все фестивали мировые там есть сетка там специальные сайты и можно найти все адреса явки и надо узнать просто у каждого на те фестивали которые ты там рассчитываешь про это просто узнаешь их сетку в плане когда у них окно приема работы ну как минимум вот это делают они там открывают там два месяца с такого-то по такого там мы принимаем там они описывают каким образом они принимают исходные там файлы материал для для отбора сначала некая группа от некого жюри еще отбирает то что пойдет в конкурс тоже не пай делаешь эту рассылку исходя из критериев приема пишешь там письма если нужно на каком-то языке с языком не владеешь гугл переводчиком бог его значит все эти прибамбасы пишешь как можешь поймут конце концов кино важнее там всего если там кино действительно я думаю что заметит и возьмет если прошел замечательно прошел отбор в конкурс то я бы рекомендовал конечно съездить если тем более если вдруг получилось пройти отборный иностранный фестиваль надо ехать и это не не является таким съезжу к потусуле это не не про это съездить посмотреть именно что вот этот опыт во первых смотрения фильма во первых публичного смотрения это совсем другое это не не то что родственникам друзьям это понятно а здесь обратная связь такая ты видишь реакцию настоящего живого зала зал смотрит всегда иначе никто не знает я вот сколько вот там работаю у нас всегда заканчиваем фильмы и мы конечно ждем этих публичных показов там либо этой премьеры мы там страницы фестиваль там какой-то суздаль потому что это всегда сюрприз как зал тот сказал что кино рождается в зале она так и есть потому что иногда вещи где ты задумывал там жуткий гомерический смех там народ сидит тупо как бы молчит а где ты ничего не ждал где у тебя вообще проходные вещи там какая-то реакция и не всегда это прилипает иногда вот так вот она и при так и оказывается ты понимаешь во первых тут профессионально очень ты начинаешь как-то в себе как-то шутить работу ту саму о том где где твои ожидания где твой результат вот это соотношение где вот это где ты не дотянул где вот вот важный момент съездить в плане реакции ну и посмотреть программу посмотреть что творится в мире очень полезно особенно ну всегда полезно иногда иногда это сильно сильно разочаровывает первый раз я съездил я приехал очень грустно меня опечалила эта история разочарованы чем собой или да 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 собой мне было как это кипа идей как мне казалось очень я просто посмотрел и вы же это зауряднейшие вещи то есть это проходные как который здесь студенты просто во время обучения такими вещами упражняются и меня это это грусть и отрезвление это было очень продуктивное я понял не брать значит что-то надо как-то надо надо работа где-то да ты то есть ты ублажать себя вот этим эго что у тебя есть ты стопку своему что у тебя там стопочка и деле нет идеи они везде витают иногда бывает фестиваль посмотришь даже до смешного доходит это уже общее место приезжаешь на фестиваль и потом после фестиваля сидят значит общается что это было и какой-то общий элемент в этом в этом году зайчики никто не сговаривался франции не подписывали меморандум что в этом году мы все про зайчик а получается но я это условно например так глупый про бывает правда общие какие-то места и и просто вот иногда есть идея например ты смотришь и что-то подобное уже как того там уже кем-то отработан ты не не всегда знать что идея там плохая просто ее можно отложить придет ее время то есть вот в этом в плане творческого и творческого процесса и работы какой-то внутренней это очень полезно посмотреть что вокруг и а что дают эти бронзовые побрякушки как ты их называешь ну кроме того что эго тешится да там как-то и вообще ну вот я дата ну вот меня увидели услышали это важно конечно для любого человека для художника тем более практическом смысле что-то дают эти призы для того чтобы все-таки той же авторской анимации вопрос ведь добычи средств на свои проекты он стоит острым потому что понятным причинам здесь какого-то коммерческого плана или там бизнес-плана здесь не так чтобы предполагается это в общем конечно надо идти куда-то за грантами за поддержками за господдержкой ну а там что там происходит это одному богу известно кто там отбирать что ну как-то доходит какие-то слухи и чего но в целом вот этот вот эти самые побрякушки металлические стеклянные деревянные призы они там на кого-то на кого-то действуют мало кто знает но вообще в этих процессах много много ведь не доплывающих до вообще до стадии продукта кто начинает в школах там же поступают ноги многие тогда все делали а многие просто еще не и вообще серьезное производство серьезными авторами тоже не не всегда все застраховано там плане того что здесь не то хоть какая-то будет как это видимо и да может быть это субъективно кто-то где-то кому-то там дал подружек бывает же такое но тем не менее на таких людей там конкретных это все влияние ну мне в этом году например я подавал заявку от одной студии мне было отказано ну да многим было отказано это нормально ничего страшного не значит что ты получит получив там чего-то ты прям вошел в какой-то абонент но эти эти заявки периодически случаются раз полгода ну ничего не прошло не это я на самом деле там без работы не сижу и там разными вещами занимаюсь там сериалах я помогаю участвую еще где-то вот ну это да в авторской анимации есть такой нюанс что все штуки с призами она конечно проще но призов мало авторов много и все равно это всегда несправедливо а сколько стоит это удовольствие быть режиссером авторской анимации ну сколько вот фильм может в среднем стоить какой но не знают короткометражка 13 очень сложный вопрос я примерно говорить так прямо точно но не знаю там 45 минут такой интересованный довольно такой не самые сложные там техника и художественное решение ну около наверное полтора миллиона рублей может но сюда входит звук цвет фазовка анимация это полтора миллиона наверно самый идеальный вариант хотя я думаю что меньше ну да ну там на самом деле эти вилки они очень сейчас плавающие очень сложно 3d это одна история рисована это другая ручная работа перекладки на станке третья история вот надо понимать что конце концов авторы не всегда имеют дело с этими бюджетами авторы все-таки дают свои заявки чаще всего от студии каковы и правила частное лицо не может заявить дайте мне даже с призами или с именем вопрос такой нужно ли стране ну не знаю там казахстан возьмем да развивать собственную коммерческую анимацию я считаю так что коммерческую анимацию развивать мы же имеем ввиду для движ развивать это значит некая инициатива сверху о том чтобы двигаем развиваем да я считаю что эта инициатива сверху должна прежде всего развить развивать если уж говорить о слове развивать то есть как-то участвовать помогать неких финансовые там квотирование налоговое именно направление авторской анимации коммерческую анимацию я считаю что ее развивать в плане вот как вот я говорю что государство там поддерживает и все такое я думаю что коммерческие сегменты он должен сам произрастать это должны быть те самые условия те самые та самая среда а где этот продукт будет реализован то есть это уже почему об этом говорю вот прежде всего ставлю авторской анимации потому что авторской анимации она самая беззащитная в плане что она это вроде казалось бы это как будто деньги в черную дыру ну что автор это же не возвратные в основном хотя почему-то в европе научились этим заработать делать специальные сборные какие-то сеансы популярно ну там потому что это все-таки кузница авторская анимация она это кузнец она она очень очень близко соприкасается с коммерческой потому что главная проблема одна из проблем коммерческой анимации сегодня как я вижу это видео этого вообще очевидная вещь как раз таки не деньги а люди есть люди например продюсеры у которых есть деньги они готовы есть заказ канал много каналов и нужно этот контент чем-то забивать тематические каналы возрастные разные миллион вообще вариантов там заказ есть действительно вот когда люди собираются начинают там действительно организовать производство понимают что нет того нет аниматоров нет сценаристы анимационного кино это вообще отдельность это ну это то есть вот и там есть золото и там серебро есть там бриллиант то есть это у этого примерно сам раз очень редкая вещь здесь кстати в казахстане давно как-то я замечаю такая история что многих людей возникла иллюзия что деньги решают все деньги они решают деньги это классный инструмент это энергия такая веществленная но это очень опасно и мне кажется очень иллюзорное чувство что деньги что есть чего у нас не а мы купим ну ты знаешь но это это путь в никуда на самом деле главный ресурс это всегда люди я вот настаиваю на том что вот поддержки нуждаются именно вот этот взращивание вот это вот вот этого людского материала а бизнес он сам у бизнеса и так есть есть чуйка есть желание заработать потому что сейчас уже все пересытились этими продуктами есть по моему здесь есть вот этот запрос я не считаю что это плохо что есть запрос на самоидентификацию то есть вот эти национальные это нормально и хорошо и вообще почему бы не сделать казахстанский там сериал здесь на основе материалов местных там культурных там этнических каких-то что и делается отчасти плохо что только иногда только это и делается вот чтобы но вывести этот чтобы это было смотрибельно везде задача ну не знаю конечно не сравнишь но ведь дисней делал по китайской мулан китайской этнике они переосмысляли на свой диснеевский ват но тем не менее это была история не американской культуры нет не порожденные этим континентом тем не менее это был успешно и почему нет у меня такое ощущение но я могу ошибаться что во первых много молодых идет в анимацию да и получают образование очень хорошее да там фундаментальное прям образование где-то на западе но они все потом либо там остаются либо уезжают то есть либо здесь здесь начинают а потом раз и где-то в другом месте вот кто здесь вот ну есть кроме кроме тех кто балуется да там какими-то мелкими вещами в рекламных агентствах есть здесь люди знаете ли вы таких людей да знаю конечно есть есть на кого опереться я считаю что вот один из таких общих моментов сейчас не только здесь в казахстане это то что самое интересное самые интересные люди самые интересные идеи они сейчас не в пространстве не в популярном они может быть это с натяжкой это слово но они в андеграунд сейчас этот андеграунд он для многих может быть это будет сюрприз но он есть он формируется где-то он уже это не только анимации это там музыка там литература еще какие-то визуальные дела художники ну вот такая и я чувствую что вопрос именно в том что опять же возвращаясь когда встретятся эти деньги и этот андеграунд пока на самом деле сейчас мне кажется сейчас вот то то самое время когда эти яйца они высиживаются им нужно те те люди которые там с образованием с каким-то уже пониманием сейчас еще очень здорово интернет дела они очень здорово они больше воспитывают чем всяческие школы это видно и вот на российских фестивалях очень видно приезжают ребята с фильмами ты сможешь фильмы они художественно технически в плане вот анимации они сделают спрашиваешь ты где ты где учился кто нигде сидел там это youtube бимео смотрю чего потому что сеть подключил ребят уже не какой-то местной местной там культуре там каком-то уже нет привязки сейчас насмотренность у людей формируется уже только в мировом масштабе потому что все доступно и вот этой на смотре она очень многих воспитывать а как понять что анимация художественные твое призвание они как надо попробовать и вот такой практически прет не прет да там жить без этого не можешь вот это протокол очень тоже прагматичная история до молодых многих шарахает туда-сюда суши было это максимовку не рассказываю там студенты шарик как раз но это общем общее место часто такое бывает что парень поступил прошел экзамен что-то отучился там полтора года год делал там фильм какой-то там какой-то история очень такая личная как вот птичка там у него умерла или он ее там случайно пнул она умер я уже не был в общем какая-то внутренняя боль и вот в этом фильме это такой вскользь там о чем это все вот он там похоронил эту птичку ну такой ну фильм фильм там но у парня у этого собственно у него дальше не было никакого ни малейшего желания идти дальше просто такое чувство что он все выполнил все свои все свои фрустрации внутренние переживания он реализовал он попробовал что такое аниме он пошел дальше сейчас как бог его знает где он иногда бывает так тоже тоже видимо полезно а вообще чаще всего остаются именно такие фанаты этого дела кто уже там взрослые люди бывают там дядьки сидят обсуждают там нарисует чего там человечек шевельте господи пошел пошел шевельте на сердце приятно вот если ты такой наверное это не совсем нормально вот такие люди есть то видимо это твое но я считаю что я вот такой я практик не что что попробуй сделать и если тебя это все не отпугнется всеми этими с этой рутиной без фазами и прочее то наверно наш человек антон диаков режиссер художественной анимации посмотрите его его работа их легко найти ютьюбе спасибо большое антон спасибо до свидания а